Приветствую! Я не очень люблю смотреть длинные видео по играм до их релиза. Гораздо интереснее всё впервые посмотреть самому, пощупать, поиграть. Но здесь киберпанк, плюс вместе с вами будет посмотреть гораздо интереснее. Давайте попробуем. Выпустили новый четвёртый эпизод. Welcome to Night City Wire, episode 4, the show from us at CD Projekt Red, where we talk about all things Cyberpunk 2077. We're going to start today's episode by giving you a look at just some of the vehicles you might procure during your time in Night City, and having a chat to senior vehicle artist Paul, who's going to give us a little bit more information before we take you behind the scenes and a look at the lengths the teams have gone to to bring vehicles to life. We're also going to have news on an exciting collaboration. Then we're going to be talking about fashion and styles in Night City, before we recap the incredibly talented finalists in our Cyberpunk cosplay contest. We'll then wrap up today's episode with some news about Stadia. Ого, погодите, а вот это интересно, вот этот момент, это что, кадры из игры, или это какой-то они типа мини-фильм сняли для... В общем, про автомобили расскажут и моду в этом выпуске. В общем, это не так. 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 ну то есть смотрите мы видим что автомобили будет видно и от третьего лица и от первого то есть можно будет переключаться либо это какие-то катсцены что от третьего лица будет видно не знаю но возможно возможно можно будет менять вид если кто знает в комментах поправьте насчет того что можно ли будет в автомобиле переключать вид от третьего первого лица так ладно подождите вот там были какие-то статы справа вот то есть это просто как часть лора вот смотри то есть категория что-то лучник модель страна япония год выпуска то есть они говорили сейчас про какие-то грузовые но видим этот субтитры корявые еще русские в автоматическом режиме субтитры сделаны сколько пассажирских сидений сколько дверь написаны это стата просто для как бы лора просто для сведений или она что-то влияет вот что интересного она теперь мы и так понимаю переходим к другому представительскому виду техники впечатление произвести ну тоже стату мы видим интересно это чисто косметика не 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 это это точно не просто косметика да 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 они все хороша да понятно понятно они давят все другие машины просто интересно будут ли реагировать нпс в игре в зависимости того на какой ты ним тачки подкатишь или нет блин там наверное гонки будут это конечно больше четырех классов почти штат илона маска эти как его машины тесла интересно но фанатам автомобилей найдется где завернуться прошу лупс я и и и и г и и и в Ну, гонять можно будет. Возвращение куриным компонентам. И, ну, если это очень дорогие, то, наверное, дорого тоже. Соответственно, не только для этих автомобилей, но иначе нет, но даже у них достаточно много деталей, как у нас тоже. Продолжение о том, что можно сказать. Потому что я знаю, что если вы найдете квадрат 66 в городе, то это будет совершенно так же с другом с другом с другом, Вот интересно, у меня, знаете, в GTA всегда была проблема. Да, я угонял машины, еще что-то, но они постоянно разбивались. Вот можно ли здесь будет, допустим, во-первых, иметь больше одной машины, то есть какой-то гараж, или вот ты на угонял их, допустим, потом куда-нибудь поставить и выбирать. И, допустим, ты их все равно рано или поздно разобьешь. Но не знаю, как надо ездить, я не умею как-то ездить супераккуратно, то есть все равно ты их разобьешь или постепенно будешь разбивать. То есть можно ли их будет как-то отремонтировать? И, допустим, если они взорвутся, их надо будет заново угонять? или можно будет все равно их восстановить ну да, гонки-то естественные с рулем будет круто в гонках участвовать во-во-во, вот мой вопрос Сумmoning cars works pretty much the same as you would summon Roach in The Witcher 3 Your transportation may or may not show up on a roof somewhere But you know, we're still working on fixing some bugs here and there But yeah, if there's a car that you really really like very much If you can't wait to own a Quadra or a Type 66 You'll get a message from your fixer that says Hey, I've got a Quadra for sale for you, you want to buy it? All you have to do is drive over, pay the money, and you've got your very own Quadra Not to mention that every single vehicle that you buy Every single player vehicle is absolutely unique in every way It's got a unique interior, unique exterior, paint job You know, it'll sound different, but it'll also handle different So in the video we did mention there was space for a true automotive icon Do you want to reveal what that actually is? Of course, the car in question here is Johnny Silverhand's car And Johnny Silverhand is a big rocker boy and he needs some wheels to match So we gave him a 911 Porsche from 1977 Which means that in 1977 Johnny's car is going to be exactly 100 years old Well, Paul, thank you so much for your time today Personally, I think I'm going to try and balance being a super cool badass mercenary And driving a Mai Mai Because I love that little car I think I could do it, right? I could be cool and in a Mai Mai Definitely Mai Mai is absolutely cool as long as you stay on the road and not on the sidewalk I'll try my very best We'll see In past episodes we've said that music plays a huge part in bringing Night City to life But it's not just music Our teams went to incredible lengths to recreate and capture the sounds that really bring these vehicles to life I mean, they might have had some fun driving them, but I'm pretty sure that that's just a perk of the job Blin, it's... Yeah, it's really films already Yeah, 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 they were tested by real cars They were tested by real cars The work, of course, is done even in such aspect of the game as just a huge amount of driving You can imagine For the game, for the game, even just a lot of driving in it Like a lot of driving in it Or the nice vibes of the car And then we moved on to organizing the whole thing Early on we made the decision that we are going to record on the race tracks And then we are going to record cars in movement We started cooperation with Tomek Chopik, who is like very very well known racing driver in Poland That's really a nice sensation when you're driving with a racing driver And then he pushes the car to the limits You can feel the G's with the braking and the tight cornering And you can feel the car actually like bending the laws of physics We wanted to record a broad spectrum of cars So we started with the powerful muscle cars And then we went to more screaming tune to T6 Blin, they еще разные автомобили тестировали, офигеет We grabbed the awful cars We, of course, grabbed some drift cars Just to have the more aggressive... То есть, в игре не про гонки, они так заморочились Просто отдельным аспектом игры Просто потому что они могут Просто потому что они самые лучшие разработчики И все самые такие, мажорские в мире И они помогли нам И они помогли нам И они помогли нам Что-то делать И они в машинques Там три микрофона Тоесть они к машинам Крепили микрофоны Чтобы записать звуки Именно на сложных поворотах И моментах И именно реальных машин И их потом в игру вставить Вообще жесть Но мы пытались искать что-то, что бы нам дать характера автомобиля. Мы хотели использовать нормальный, органик электрический автомобиль, который можно сейчас использовать в автомобиле. Мы не хотели, чтобы автомобиль был футуристическим, сифистическим. Мы хотели, чтобы он был более органик, более подсолнечным, что бы представляли автомобиль. И наоборот, мы добавили маленькие элементы, как футуристические швы, или футуристическую UI машины. Это делает тебе чувствовать, как ты в будущем автомобиле. И некоторые машины могут поговорить, и другие машины могут быть блипс и бобс, которые будут чувствовать, как ты в футуристическом автомобиле. Вот эта вот машинка прикольная. Наверное, она в начале будет у нас самая какая-то лоховская. Скорее всего. А может быть можно будет и просто по приколу. Очень, очень близко к тому, что Майк установил в истории. И, early on, мы решили записать Johnny's оригинальный автомобиль, который является Порсия 911-930, из 1977. Мы записали на дыно-контрольном оборудовании, в комнате. Мы могли поставить Майк в очень разные места. Порсия 930, который мы записали, это единственный автомобиль, который будет звучать как настоящий автомобиль. Во-во-во, ну да, то, о чём я сказал. Я в первый раз это видео смотрю вместе с вами. Сколько это надо людей зарядить? Какую это надо работу провести? Мне интересно даже, кто это всё смог подтянуть? Но это явно тут не только один человек. О, даже Киано Ривз здесь будет. Шzychмарrieben Редактор суйю Следователь Редактор суйинг Сladователь Дивилл Динсер Субтитры сделал DimaTorzok Arch Motorcycle is a custom production motorcycle company. What's unique about it is that the motorcycles are built on a production platform, but each one is designed to be able to be personalized for each customer. When CD Projekt Red approached me about doing Cyberpunk 2077, they also spoke about integrating, they were fans of, or I guess people who worked at the company were fans of Arch Motorcycle, and so they broached the idea of creating kind of specialized Cyberpunk 2077 version of the Arch Motorcycle, and I thought that was a very fine idea. We have a motorcycle we've designed and we've been developing called the Method 143, and so that I think in particular was a creative inspiration for the designer, so they sort of used that as a basis and then went further, so it has a totally different, crazy-looking power plant. We did a little tough one there. It's good, I like it. Today we're capturing sounds, getting some actual sounds of a power plant, drivetrain, and characteristics of the motorcycle, which I'm sure they will, you know, have play with and stuff, but the source will be pure. It has a sort of a racing engine in a compared to our production motorcycles, it has a dual exhaust system, and it sounds pretty... I can definitely be blindful to tell that that's the method 143, that's the method 143, that's the sounding motorcycle. I think this is the way I love it. Well, yeah, кстати, вот такой подход просто нереально перфекционистический и фанатический, то есть ко всем каждой детали у разработчиков, это понятно, что там у них не один, не только главный талант, это даже если по один человек у них там был только главный нормальный, я просто... То есть это целая команда нужна... целая команда таких фанатов своего дела, чтобы организм в целом функционировал. То есть чтобы максимальный охват аудитории был, они вот все эти аспекты добавляют, то есть всяких фанатов по тачкам, которые там прутся по ним и знают все эти модели наизусть, например, мотоциклов отдельно, то есть чтобы охват у игры, чтобы был охват нереальной просто аудитории, у нее и так нереальная охвата аудитория, а это просто, я не знаю, какое-нибудь. Теперь про моду, про стиль. Да, расчлененка там жестко. Четыре стиля, типа. Какие-то гламурные, что ли, ну что это. Гламурные эмо. Вот теперь другой корпоративный стиль. Ну, типа практичный, вот этот практичный. Прошлый был не практичный, а просто как бы для красоты, чистый, главная красота, а этот главная практичность. Ну, короче, стиль бомжей. Военных, военных стиль. Ну, прикольно. Мне вот нравятся военные бомжи, но, наверное, военные больше. Ну, я имею в виду чисто стиль. Кстати, напишите в комментах вам какой больше нравится. Какой бы выберетесь, у вас будет такая возможность. Еще какие-то. А, не, вот это, наверное, мажоры всякие. Ой, это она вся полностью в имплантах? Из имплантов? Вот это вот, она вся из имплантов сделана, что ли? Это она, по сути, как робот, что ли? Это просто только снаружи, а внутри она другая. Спасибо за вашу внимание. Мы желаем вам очень приятного дня в нашей прекрасной метрополизе. До свидания и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Косплеерши, подожди, я профессионал. Вот в этом я профессионал. Давайте мне косплеерши покажите. Или, подожди, или это оружие только? Ну, оружие тоже нормально. Так, а их покажут крупно? Подожди, туда... Их покажут крупно или нет? А, вот это вот, я говорю, это что из игры? Нет, это не из игры, я мое, это... Это уже типа косплееры? Ну, давайте, короче, свой топ составим. Кто вам больше всем всех понравится? Напишите в комментах. Это, видимо, короткие сценки, которые косплееры записали. Ой, как из брата 2. Нифига себе скуку. Это что, обычные люди такой грим себе сделали? Ну, видимо, как... Нет, они, видимо, как-то работают с этим совсем. Обычный человек такой грим не сделает. Даже... Даже прошаренный средний такой грим не сделает. Это вообще. Да подожди, я... Дайте косплееров оценю туда. Я, короче, не понял. Вот это что ли тогда? На миниатюрах придется их оценивать. Ну да, видимо, вот нам их и показывали. Ну вот тут я даже не знаю. Короче, это без комментариев. Это так. Блин, ну я не знаю. Но вот это вот слишком просто очевидно. Ну, слишком вот лежит на поверхности, чем... Почему, как бы, пытается... Ну, чем завлечь. И только из-за этого я не буду топ отдавать. Так. Ну, кто запомнился? На самом деле мне запомнились вот эти вот и вот это вот. Вот остальные вот мне вообще не запомнился. Ну, вот это, конечно, запомнилось, но понятно, почему запомнилось. Остальные, ну, в принципе, вот это вот что-то тоже запомнил. Вот это вот, да, но как-то вот с этими покрышками не очень выглядит. Этот, ну, такой, блин, ну, чисто такой какой-то слишком стиляга такой вылезанный. Это я что-то даже как-то не запомнил. Но это, может быть, у меня просто память отшиблена. Ну, короче, запомнился вот этот, но я бы не отдал ему топ, потому что, ну, слишком некрасиво это все выглядит. А вот это вот довольно интересно. То, что, да, я в начале, ну, наверное, потому что я еще в начале видел, поэтому, ну, короче, я не знаю, блин. Я не знаю. Вот это вот, ну, тоже не очень красиво, слишком так. Хотя это будущее, ну, блин. Короче, я не знаю, в комментах напишите, я даже не знаю. Ну, вот этим вот респект за грим, наверное, просто нереальный грим. Ну, вот эти, наверное, на втором месте по гриму. Остальные там в основном тёлки всякие. Вот это вот какой-то с покрышками чел. Ну, он тоже пытался, но вот эти покрышки лишние, на мой взгляд. Это вот, ну, просто как из Старварса костюмы. Это просто к стилисту сходил. Это просто, ну, понятно. Ну, вот это вот, да, вот это вот. Ну, наверное, не знаю. Вот это вот, короче, Лиззи Визи. Вот это вот. Как бы никакого, никакой такой эротичности тут нету. И, то есть, вот такая какая-то загадочность присутствует. И прочее, не знаю. Мне вот это вот, наверное. Напишите, короче, в комментах, что вам понравилось. Под номером раз, два, три. Ну, короче, по порядку вот так вот. Будет интересно почитать. Так, ну и что там? Субтитры сделал DimaTorzok. Ну, короче, просто анонсы там всякие, все такое. Блин, у них даже микрофоны, вы понимаете, вот даже вот эти микрофоны, которыми они записывают, вот эти звуки улавливают от мотоциклов. Это же не простые микрофоны, да? Купил там, даже качественные, потому что это специальный микрофон именно для улавливания вот этих вот звуков, блин. То есть узкоспециализированный микрофон. Да-да, в продаже. Блин, одновременно еще Sony и PlayStation начнут с ними продавать одновременные видеокарты и заранее... фига их достанешь. В общем, в общем, было интересно. Все, пишите, что думаете. Пока-пока.